Привет, это Ребуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Олег через донатик, за что ему огромное спасибо, а попросил меня посмотреть уже десятую серию, какого? Четвертого сезона сериала Школа от Руслана Гладин. Называется «Ссора в школе. Мама опозорила на весь класс глазами школьник». Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Я против математики. За тобой твоя мама костюмки подтирала. Это все из-за нее, да? Гололик пригрыл. Кстати, смешные трусы. Ну-ка, из-за кого из-за нее? Как ты меня знаешь, да? От мужики решать сейчас будет. Там телефон будет. Че, вы тут целуете, да? Вы решили голос на меня поднять. Ну что, ребят, 10-е юбилейное видео с вас, как всегда, более... Юбилейное в этом сезоне максимум, потому что до этого же тоже еще ролики были. 100 тысяч лайков, а если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь на канал, потому что мы идем в миллионах. Как иначе? Спасибо. Блин, какая же она красивая. И почему я такой дурак? Потому что ты дурак. Ты это откуда здесь? И мам, ты вообще в школу собираешься? Да, уже выходить. А че без настроения? Опять неприятности в школе. Нет никаких проблем. Мне позвонить в классную руку. Блин, зачем вот так вот постоянно дерзко разговаривает с ребенком, ну типа, камон. Водителю или что? Или ничто! Блядь, готов. Позвонить, ладно, я в школу. Димон, это правда? Что? Ты что, вчера залез в окно к Наташе? Ты такое сказал? В смысле, кто мне это сказал? Вчера вся школа смотрела прямой эфир Девского, где ты с Виталией залез к Наташе в окно. Полина тоже видела? Если у Полины у меня телефоны, и она живет в древнем веке, то... Бля, пизда. Дерзкий сделал все только хуже. Че-то мне кажется, что он это вообще знал и специально его подставил, нет? А зачем ты это сделал? Александр? Дмитрий. Мама в школу пришла? Нет, не пришла. Мама в школу, Дмитрий. За что? У тебя в жизни происходит? Да я залез в окно, а там была Наташа и София Андреевна, не математика. Еще и София Андреевна была? Ну ты и попал, конечно. У тебя жизнь в какой-то ад превратилась. Так она у него, по-моему, сразу была такая... А ты на маму из этого хочешь видеть? Да, но я маме ничего не говорю. Ладно, я понял. Я в класс. Что это у тебя за плакаты? Потом расскажу. Ро. Че, маминки, мамку в школу вызвали? Да че ты пристал ко мне, отвалил же. Слышь, а если я в тебя палочки кину? Ты ж все равно не будешь против, да? Камран, я не люблю конфликт. Потому что ты терпела? Или потому что я сейчас тебя могу сломать? Придумай что-то новое. Ты можешь сломать. Вот он тебя как раз таки сломает, блядь, и ты прожалуешься, и все, его из-за этого вычислят. Ой, вычислят. Отчислят. А он все-таки поумнее немножечко, хотя, блядь, ладно, нет, я бы не поразовался. Папа, ну что? Ты че офигел? Если проголодаешь, ты можешь подобрать. Мудака. Слушай, давай как мужики с тобой решим вопрос. Мужики? За тобой твоя мамка слюнки подтирает. И ты еще что-то решать собрался? Мне надоело, что из-за наших с тобой конфликтов страдают все, и это нужно скачать. Хорошо, сегодня в актовом зале после уроков я тебя буду ждать. Понял? Ты с бабушкой своей придешь? А ты со своими терпелыми одноклассниками? Короче, только ты и я после урока в актовом зале. Я тебе покажу, в каком месте ломаются пальцы. Чисто тюбик, блин. Я против математики, чтобы она вообще была в школах. Да, я тоже. Я против злых учителей, которые мешают нам жить. Да, я тоже. Я против длинных уроков, чтобы они вообще были. А я против школы вообще. Что здесь происходит? С какой-то стороны митинга. Димон пришел под 500. Помните, как Димон вчера залазил на вышке в окно к Наташи? Анджел, сними Наташу покрупнее. Мы с Девским решили снять видео в поддержку людей, кто против школьного обучения. Короче, за бустовку устраиваем. А почему? Дурачки, школьное обучение там в любом случае нужно. У меня плакат с ошибками. Чего с ошибками? На скорую руку я... Мы против... Матемутики. Ладно, против, то еще окей. А матемутики как можно было написать? Я против математики. Девский, ты достал. Слезь с парк. Да, что, это? Ну, ты поняла. Что это? Ты сейчас все паркты сломай. Да ничего я не сломаю. Они вроде крепкие. Сломает. Дерзкий, ты придурок. Че сразу придурок? И вообще, ты смотрела вчерашний эфир? Там Димон к Наташи в окно лет. Нет, не смотрела. Да ладно, кому ты рассказываешь? Вся школа видела, а ты одна не видела. Ну, блядь, он специально это сделал. Морозова. Ладно, если что, я не в Таташу лез. А к тебе. Чего ты взял, что я буду там? Димон, мне Дерзкий сказал, что у тебя дополнительные по математике проходят. Димон, у меня никогда не было дополнительных по математике. Вот так ты меня знаешь, да? Димон, только не обижайся за такую подставу. Но зато теперь мы в расчете. Ты стырил и утопил мой телефон. Ну, а я... Я его не тырил, и я его не топил. Достал. Давай дружить заново. Ну, мразь. Я Дерзкий. Да иди ты в жопу со своей дружбой. Окей, я против математики. Мы против математики. Дерзкий, ты почему на партии? Или у твоих родителей много денег? Да, сто процентов, разому пофиг было на разбитый, где этот, какого, ноутбук. Убить новые парты. Ну, деньги у них есть. А насчет парт надо подумать. Это, кстати, наш классный руководитель Леопольда Арнольдовича. Так, а ну, дали телефон быстро сюда. Эй! Что, эй! Расселись по местам. У вас и что? Ты за этот, транс-сута закрой. По географии. И плакаты в мусорник выкинь. Александр, а вы снимите шапку в классе. Каждый раз мне какие-то концерты устраиваете. Я понять не могу. Можно я не буду снимать шапку Леопольда Арнольдовича? Я еще лысый, да? Так, александр, встречся на улице. Так, это медсестра мне поврела. Так, рассели все по местам. Как тебе наша идея с Дерзким срывать уроки таким способом? Не, не, не. Хреновая идея. Интересно, ваши тупые. Хе-хе-хе-хе, согласен. Да ладно тебе, зато вы теперь в расчете, можете снова... Да в каком расчете, блядь? Он же не брал телефон, а утопил его ты, дурак. Я не трогал его телефон, а он меня унизил перед всем. Хорош ты, зато столько просмотров было. Просмотры, Полина... Какая ему разница, блядь, просмотр же не ему плюс дают. Вы теперь точно не заговорите. Так, замутись, Наташа, и не парься. Уже всех реально, что оба ваша любовный трюк. Так, Александр, скажите мне, пожалуйста, как называется углубление, заполненное водой? Не знаю. Лужа? Озеро? Хе-хе-хе, я без понятия! Ну-ка. Лужа. Лужа у тебя на голове. Вы чем тут занимаетесь? Да отстань ты от него уже! Что она тебе писала? Точно не тебе, Саша. Да я знаю, что это тебе. Она пишет, что ждет тебя в раздеволке. Леопольдер Гнольдович, можно выйти? Ты депил, блядь. Сука, на те же самые грабли, дурак, да? Я с Наталья вернется, и ты пойдешь. Не по-пальшому. Как же вы мне уже надоели, иди только быстро. Ты реально к ней пойдешь? Угу, дурак. Что случилось? Ты не любишь? В смысле? Ага. А ты со мной будешь? Ага. Бля, я сразу эту песенку вспомнил. У тебя есть чувства ко мне? Честно сказать? Да. Нам нужно решить этот вопрос раз и навсегда. Ты сейчас нравится Полина, но отношений с тобой я не хочу. А почему здесь но? Тебе нравится Полина, и я с тобой отношений хочу, а не но. Если бы он сказал, типа, мне не нравится Полина, но с тобой отношений не хочу. Вот это было бы правильно. Что-то как-то это... Ты ведь сама все испортила, понимаешь? Понимаю. И я очень жалею об этом. А ну это, блядь, твои проблемы. Башкой думать надо было. Я с тебя не могу помириться с Полиной теперь. Ты не хотела влазить в ваши отношения с Полиной. Честно. Прости меня, пожалуйста. Ну и я не вижу больше себя в роли твоей девушки. Ну и я не хочу, чтобы мы были врагами для друг друга. Понимаешь? Я не была мне врагом, Наташа. У нас с тобой было много всего хорошего. Ну... Хочешь, я помогу тебе с Полиной? Ты же ради нее в окно залез. Что, вы тут целуетесь, да? Опять ты... А тебя не ебет! Мы с тобой вроде все решили. Я решил проверить. Я не сбежал ли ты со школы? Наташа! А ты что? У меня как бы еще уроки идут. Что хочешь, вернуть отношения с этим недалеким? Звали, коротышка. Че, пень, будешь? Бабушке свучу-пачу-пачу-пачу-пачу. Овцы! Ты маменькин зля. Короче, если не хочешь меня потерять, лучше не в пену. А тебе вообще пати сломать. Потеряли. Так что, ты можешь? Один? А у меня их десять. Да, только если пообещаешь, ты сделаешь так, что мы будем общаться, как раньше, но... Как-как-как раньше не получится, мы как бы с тобой это раздались. Я не в отношениях. Согласен? Я не против. Я думаю, что и Полина против. Тогда добра... Мне кажется, будет. Кто, пожалуй, дружную команду? Так. И как покакали, Дмитрий? Смысл? Блядь, хочешь пойти посмотреть? Иди, там еще до сих пор попахивает. Ну, вы же по-большому хоть? Леопольд Арнольдович, а Дима с кайфом покакал. Да, Наташа. Ну, конечно. По урокам учились. Дневники мне занесете. Замечания вам поставлю. А остальные готовимся к математике. А я против математики. И че, Дима? Цветы. Залез в окно. В туалет вместе ходите. Это не то, о чем мы подумали. Мы просто какали. Да? Иди. Дима, а ты знал, что человек может находиться в подвале без еды ровно 30 дней? Что? Да, что-то у нас... Это че за рандомный, блядь, факт? Барахля, шестеренки в последнее время. Ты что, Димон, ты выбрал, с кем будешь? С Наташей или все-таки с Полиной? Ох, сейчас я вам всем здесь устрою! Мама? Ты что мне, мамка? Ты зачем пришла? Ты зачем в окно кучи? Тема мисс школы девушки. Ты, блядь, вообще больной! Что тебе это сказал? Охуенная мама, блядь, пиздец. Вот так вот будет оскорблять сына при детях, да, других? Вы тоже на меня подписаны? И как вам? Это ты устроена? Мама, выйди, пожалуйста. Ты кому лез? И зачем вылез на кран? Ты так... Мама, у нас ур... Блядь, ты это... Я не знаю, но подбирай слова, камон. Что за мать такая странная? Зелина, зачем ты мне сына портишь? Это все из-за нее, да? Смотри, Наташа. Вот что тебе спокойно не живется? Я понять не могу. Ебнулась, как вы сейчас... Блядь, вы пиздец. Тут подержки здесь вообще все обалдели. Мама, выйди из класса и не позорь меня. Пиздец. Этот, этот, вот этот реально просто позор. Бой рот. Сейчас я наведу порядок в вашем классе. Если ваши родители не воспитали вас, девочки, то сейчас это сделаю я. Вот тебя как... Ты охуенный воспитатель. Ты тоже... Ха-ха-ха-ха. Тебу любишь? Ха-ха-ха-ха. Блядь, ты че, ебнулась что ли, мать? Ха-ха-ха-ха. Отстань от детей. Вообще-то вообще все не в моем вкусе. Это уже он странный. Мы все странный. Блядь. Блядь. В прямом. Ты же только что сама-то помню звала. Что у вас произошло? Наташа поцеловала Диму. А Полина это все увидела. Ты зачем едешь в их отношениях? Никакого черта у вас у всех здесь отношения. Я тебя ебет что ли? Я не понимаю. Саша ни с кем не встречается. Ха-ха-ха-ха. Бедный Саша, мне его жалко. А Орех, ваш Сараса, тоже ни с кем не встречается. Просто им не повезло, блядь. Объясните мне. А ты им на больного сейчас давишь. Я взрослой женщине. Саша к Анжеле подкатывает. Ну, а Орех к Соне. Или он по мальчикам? Короче, до сих пор не разобрались. А у вашего сына сразу две. Можете им гордиться. Вот у тебя есть девушка? Нет, я же не совсем отбитый. Вот почему у него нет девушки? Потому что он не совсем отбитый? Ха-ха-ха-ха. Он просто дерзкий. Да иди ты нахуй, блядь. Отстанет Полиной. А что здесь происходит? Здравствуйте. О, София Андреевна. Пиздец какой-то, блядь. А что значит, где ногу потеряла? Гипс ваш где? И коляска, на которой вы катались. Моя нога, ученик, дерзкий. К вашему сожалению, как я понимаю, уже выздоровела? Ммм, чего же не сказать? Мы всем классом вам автограф на гипсе сделали. Так что происходит? Почему вы в класс пришли? Вы ведь мне позвонили, сказали прийти в школу. Вот я и пришла. Ну, начнем с того, что я лично хотела с вами пообщаться. Но в неурочное время. Как так в неурочное, если тут на уроках, черт ногу сломает. Слушайте, Андреевна, смотрите аккуратнее. А то у нас тут на уроках черти ноги ломают. А вы что? Сука, хорош. Это было хорошо. Ох, вид не будет. Давайте лучше после моего урока подойдем. Хорошо? Хорошо? Это что у меня, блядь, сейчас ждать, что ли, пока вы закончите? Сейчас пойдем, типа, болтаем. Позвольте решить вопрос сейчас. Никакого вашего вопроса сейчас я решать не буду. У меня здесь урок. А у меня где сын? Вы решили голос на меня поднять. А вы решили меня с работы туда-сюда таскать? Если бы ваш сын был вменяемым, я бы... Нахуело, что ли? Вы вас туда-сюда не таскало? Блядь, а он стоит и молчит. Он на кране залез ко мне в окно. Это нормально для ученика седьмого... Нормально, блядь, это романтика. Правда, его у него скупали. Именно поэтому я и пришла на урок, чтобы выяснить, как это произошло? Я сказала после урока. Софья Андреевна, вы меня просили понятие. Спасибо, Камранчу. А вы по кенти-классу. А что, Дима, опять что-то натворил, Софья Андреевна? Заткнись и свали. Чего вы мамушкой? Я же тебе рассказывала. Он залез в окно ко мне. Ты что, забыл? Получается, забыл, Софья Андреевна? Да, просто, получается, хотел еще, чтобы повторили разок, блядь, и понаслаждаться этим. И Дима опять меня обижает. Вот видите, ваш сын снова обижает моего внука. Если б я была директ... Сука, сделай лицо попроще. Он точно бы от меня не получил аттестацию. А сейчас покиньте класс и дайте мне провести урок. Я своего сына не защищаю, но ваш внук тоже не подарок. Вот именно. Рот закрой свой. Камран. Че ему рот закрываешь? Вы почему кричите на... Блядь, че за херня происходит? Я не понимаю. Туда-сюда, а? Можно быть немножечко адекватнее, пожалуйста, и разговаривать? Блядь, спокойно, без оров. Вы че? Да потому что вы не стояли этого дела. Вы будете рассказывать, как воспитывать внука? Да я воспитала двоих детей. И с внуком как-нибудь... Блядь, видишь, внук-то ебанутый. Видимо, значит, детей не особо хорошо воспитала. Рот закройте. Хамоник пригрыл. Дмитрий. Амранчик. Идите. А вы покиньте... ОСЕЛ. Блядь, че, я вспомнил Шрека? Нет. Я сказала... Нет. С таким выражением. Я сказала нет. Вы больная? Может, не будете ругаться? Мы все-таки дети. Софья Андреевна. Дерзкий закрыл рот. Как скажете, Софья Андреевна? Но, если что, я против математики. Да мне плевать. Против вы, не против. Кстати, там было его имя, Илюха. Мы против математики. Блядь, почему здесь его называют дерзким, а там написано Илюха? А, блядь, нельзя было тоже дерзким. Мы против математики. Мы против... Три дурак, я же говорила, что ты парты сломалась. Что сделали, дерзкий? Как что? Парты сломались. И это смешно? Но это забавнее, чем слушать, как учительница с мамой на уроке ссорятся. Мы против математики. И против того, чтобы что-то в классе ломалось, кстати. Да нахуй это сломал? Суток, если у вас тоже в классе парты ломаются, нажмите лайк. Сука? Я как староста считаю, что сломанная парта, это лишний мув, который никому не нужен. Тут все мувы лишние, абсолютно. Конфликты нужно было перевесено, что-то другое. Так что, мог бы и поблагодарить. А ты, Димон, скажи, чтоб твоя мама больше не приходила в школу. Действительно, как будто она его послушает. Согласен, это было немного зашкварно. Немного? Это было, нет, как зашкварно. Он, да ты прикалываешься, что ли? Ты вот так вот, он на вытянутой руке будешь держать, он тебе ничего не сделает. Не может быть такого. Че ты зашкварно? Твоя мамка такого выдавала там? Был бы я на твоем месте, я бы вообще сквозь землю провалилась. Ну ничего, я тебя сейчас сам провалил. Сам пришел. Че, не видно, что ли? И что? Че-то штука. Давай рюкзак снимай, чтоб падать легче было. Как ты решить вопрос хочешь? Как, как? Как мужики решать сейчас будем? Или ты решил в загадке поймать? Ничего и не... Загадки? Ты куда? Подожди пару минут, я щас вернусь. Здорово, пацаны! Я думаю, вы не придете. Лошара, я так и думал, что он на один придет. Такой, приходи один, мы тоже одни будем. Дело. Вол, у Стэна стоит. В смысле? Ты же сказал, что только ты и я. Я волну, что я сказал вообще. Короче, пацаны. Лох. Как и договаривались раньше, моя бабушка ставит вам хорошие оценки по математике, а вы оставляете его в от них лишь трусах. Слушай, ну точно поставим. Донесли. Отвечаю. Я все порешаю. Камран, ты че офигел? За базаром следи. Пацаны. Интересно, сейчас с вами придет помочь или нет? Ну я думаю, что типа Ай придет. Это же, блядь, сенан. Работать. Так. Я все-таки не пришли, да? Стань, не говорю от меня. Да, закрой ты свой рот. Пацаны, вы помните, что еще все на телефон снять нужно? Вот мрази, а. Дима, ты где? Я тут. Спасибо тебе большое. Да, это все, что было у тебя в шкафу. Кстати, чего ты именно мне решила? Ты, блядь, и потом Зак открыла глаз, а нахуй закрывала тогда вообще, и все равно потом посмотрела. Ну что ты единственная, кто не смеялась бы с меня. Саша и дерзкий бы точно. Только Полина бы не смеялась бы. Все отржали. А, Полина, ты сама. Ну, мне приятно, конечно, что ты. Ты что-то теперь у меня в трусах сидишь, да? Ха-ха-ха-ха. Кстати, смешные трусы. Спасибо большое, не смотри. Не смешно. Это все, Камран, да? Можно сказать, что... Я же тебе говорила, что Наташа с Димой в актовый зал ушли целого. А, Полина, это не я с меня... А, блядь, вот мразь и бучи, а. А, я ему одежду принесла, если что. Это все вообще Камран. Какой же ты мерзкий. Дмитрий, что здесь происходит? Блядь, мразь, а. Вы почему голый? Бабушка, за такие дела их вообще... Как, в смысле, голый в трусах? За школу надо будет. Наталья! Вот это вот все, если что, сделал ваш внук. А что она повернулась на него? Ты долго меня будешь позорить? Даже когда я... Я позорить? Ты охренела, ты приперлась на все... При всем классе на него орать начала. Тебя это не останавливает. Я хотела разобраться с Камраном. Или с Наташей. Серьезно, мне Полина нравится. Слушай, давайте я переведу другую школу. У тебя одноклассники, которые тебя постоянно учат плохому. Девочки мешают учиться. Не нужно меня никуда переводить. Мне и в моей школе нравится. Жалко, конечно, его прям пипец вообще. Жопа какая-то происходит. Ну, конечно. Словаться по коридорам, срывать уроки и тупеть с каждым днем. Ну, как такое может не нравиться? Ты меня сегодня очень сильно опозорила. Я тебе это... Не то слово. А ты меня не позоришь прям никогда. Голый бегаешь по школе, залазишь на кран. Бегаю, я только вот сидел, блядь, чтобы меня никто не видел как раз таки. Слушай, можешь мне перечислить все, что ты успела натворить за последние два месяца? Нет, не нужно. И прекрати, пожалуйста, покупать мне детские трусы с Бравл Старсом. Хорошо, я уже взрослый. Ты не взрослый, Дима. Ты дурак. Все, я больше в школу не пойду. Даже если меня позовут. Сразу. Слава богу, не надо. Забираем документы и на этом твоя история заканчивается, понял? Ты все уладила? Да, Дима, я все уладила. Но мне надоело за тобой постоянно потирать слюни. Постоянно? Когда хоть раз это будет? Понял. Бля, она меня раздражает почему-то. Ну что, ребят, огонь на... Но видос, как обычно, офигенно получился. Прям классная серия. Ой, как много тут экшена-то и интриг. Бля, мне нравится. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое вам подписчику. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересуются ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok